Психогеография. Что это такое, с чем это едят и зачем это нужно? Психогеография. Значит, одно из забавных предположений состоит в том, что существуют так называемые гении места, или Грегора. То есть некоторые психические сущности, которые присущи определенного рода вещам, и самое смешное, что некоторые люди с ними могут взаимодействовать. Я утверждаю, что не некоторые люди, а большинство людей. Просто мы в своей нормальной ситуации, и я всегда это говорю, что сознание, что, например, память, это способность забывать. То есть на сегодняшний день мы фиксируем кучу всяких параметров окружающей среды. Для того, чтобы быть, собственно, людьми, мы их игнорируем. Мы игнорируем пыль, падающую из потолка в этот момент. Мы игнорируем большое другое количество всевозможных факторов. Шизофреники не игнорируют? Да, шизофреники не игнорируют, да. Не могут. Некоторые шизофреники не могут это игнорировать. Эти люди под ЛСД, например, тоже не могут игнорировать. Они начинают это видеть. Они начинают видеть те сущности, там, душу цветов, что они называют, или что-либо еще, от которых мы всеми силами стараемся избежать. Для того, чтобы нам жить в нашем комфортном мире. Для того, чтобы, ну, мы в этом смысле очень похожи на лягушек. Лягушки, как известно, видят только двигающиеся объекты. Но на самом деле, и глаз, конечно, воспринимает все объекты, но вычленяет только те, которые движутся. Потому что это то, что им нужно. Это враг, если это большой объект движется. Либо это пища, если этот объект небольшой. В этом смысле от лягушек мы никуда не ушли. И точно так же. Но вот можем ли мы говорить о неких разумных или квазиразумных сущностях, которые присущи каждому месту. У Сергея Борисовича Переслегина есть забавная гипотеза, связанная с тем, что город только тогда, когда становится городом, когда у него есть игорь игорь собственный. Городской игорь. Я хочу заметить, что, по всей видимости, можно путешествовать по миру. По крайней мере, я вот такие вещи делаю сегодня. Я буду говорить о северо-западе, то есть об окружающем регионах России. И после нехитрых манипуляций определять, есть ли в этом месте эгрегор или нет. Если кто-то со мной был в этих городах, могут со мной сейчас согласиться или не согласиться. Что это не моя психическая установка какая-то, не моя личная иллюзия. Это действительно так оно дело и есть. Вот это была наша коллективная иллюзия. Так нельзя? Ну, тем не менее. Но я вам хочу заметить, что помимо осмотра достопримечательностей или чего-либо еще, любых туристических поезд, подобного рода психический опыт, то есть попытка вступить в взаимодействие с эгрегором, например, города или места силы, в которой ты пребываешь, может быть очень важным переживанием. И это может быть в известном смысле очень сильно людей как бы мотивировать. Но я хочу сказать сегодня ту простую вещь, все это немало, нет? Что далеко не всегда город создает именно его эгрегор. Но тем не менее, бывают места, в которых нет никаких городов, может быть были они раньше, с мощным эгрегором. Бывает много достаточно больших городов, в которых эгрегора нет никакого. И с другой стороны, бывают ситуации, которые я называю интерференцией эгрегоров, когда в одном месте, но собрано большое количество... А борьба, вражда? Не видел. Бывает столько к этому, что не складываются каким-то образом у тебя отношения с конкретным эгрегором. Я могу сказать такой пример. Я думаю, что это не случайно. Например, эгрегор, ну, в каком-то смысле русского народа, почему-то постоянно ходит в вражде с эгрегорами, ну, так, если примерно говорить, англосаксонским. Ну, вот надо проверять. Не с немецких, да. Ну, надо проверять. Очень похоже на Спартак, там, не знаю, на Киевской комитете, Динамо, там, Спартак, Зенит. Надо проверять, что действительно... Насколько можно вообще говоря эгрегор распространить на все? Ну, не знаю, я опять не знаю. Я сегодня говорю о психогеографии, поэтому я буду говорить так, как я говорю. Что это такое? Непонятно. Если ты не понятно, то... Некая мыслительная сущность, с которой ты можешь взаимодействовать. Ты приходишь и говоришь, и можешь с ней беседовать. Я говорю, да у меня два из моих вещей, с которыми у меня никогда не складывались отношения, это эгрегор с Севастополем. Мне казалось, что это первоначально было не так. Может быть, когда закрепилась какая-то психологическая установка, но я вот лет пять назад туда опять съездил и понял, что у меня отношения с эгрегором Севастополя не складывались. А самый теплый и расположенный... Это из области такой, что мне это мороженое нравится, а это не нравится. Почему? Да, да. Это же не серьезно. Ну вот, я ничего другого не могу сказать, потому что я сам себе измерить не прибыл. Я даже дистанцироваться к этому не могу. Если бы был какой-нибудь независимый прибыл или что-либо еще. Но есть же, допустим, такое впечатление, что ты не нравится тебе человеку, и все. Да. И объяснить не можешь. Так же и здесь. Да, и здесь так же, да. Ну вот как-то вот с ним не складываются отношения. Я не скажу, что мне особо не нравится. А вот, например, как ни странно, самый расположенный и достаточно сильный и ласковый грекер, который встречал в своей жизни, это эгрегор белорусского города Гомель. То есть это второго города Белоруссии по населению. Похоже на город Англии? Нет. Нет. И вот надо разбираться и смотреть, у каких городов, вот здесь по северо-западу, эгрегоры есть, у кого их нет. И вот давайте мы отправимся в путешествие по Золотому кольцу и постараемся померить, у какого города есть эгрегор, а какого нет. Город Ярослав. Есть эгрегор. Мощный, сильный, красивый, расположенный к людям, замечательный эгрегор. Рядом с ним находится город Ростов-Великий. Казалось бы, город с большой судьбой, древний, красивый, в смысле того, что архиарейский двор, выполненный в форме крепости монастыря, очень хороший. Рядом тоже есть большое количество красивых монастырей. Как ни странно, эгрегора нет. Переславь Задельский. Город, в котором нет эгрегора. Притом совершенно очевидно, в трех местах есть свои собственные эгрегоры. Первое. Местный монастырь, посвященный Никите Столкунку. Второе. Свято-Данилов монастырь. Помнишь, да, Влад такой? Это где дощечка. Может, потому что название есть... А, досочка в дощечках. Данилов есть, поэтому на тебя войти. И рядом был, не помню уже название, женский монастырь такой уже, ползапущенный. Помнишь его название? Ну, вот это так. Женский это показательный. Да. Но Свято-Данилов мужской. Вот они... В монастырях часто сила такая есть. Да, да. Это есть. И все. Потом интересно, что у древнего города Переслава-Залесского нету собственного эгрегора. Вот я настаиваю на это, как и у Ростова-Великого. Почему? Как так получилось? Что-то еще есть? Если ты говоришь, что эгрегор чувствуешь только ты, и ты можешь только говорить об эгрегоре, то получается, что те города, по которым ты говоришь, только у тебя нет понимания. Нет, у Ростова-Великого точно есть. Это от человека зависит. Вот вы меня поддерживаете или постараетесь опровергать? Вот те, кто были... Как можно опровергнуть то, что недоказуемо в принципе? Ну, ты что-то там... Сравнить собственные переживания. Сравнить, что это не моя... Сравнивания могут быть сформированы чем угодно. У тебя в детстве, не знаю, там были знакомые, приезжали, тебя там или там. Да, что я вначале... Наоборот, тебя мороженым кормили. Вот ты и приезл, где мороженое, а там хорошо. Неудачно торговал персиками, да. У меня сложилось с Севастополю не лучшее с ним отношение. Вот, пожалуй. Быть может, быть может. Нет, ну, могу сказать, что про Ростов, там города как бы нет на самом деле. Кроме этого двора, архиерейского там... Ну, эгрегора нет. Нет, ну, не знаю. Вот, у меня почему-то впечатление все-таки от архиерейского двора очень сильное. Не знаю, можно ли назвать это эгрегора. Но город не имеет эгрегора, это точно сам город. Да. Но архиерейский двор вообще непонятно, как... А Переслав-Залезский? Вот согласись, что есть локализованные эгрегоры. Я вот их три штуки насчитал там. У Переслав-Залезского эгрегора нет. Наверное, тоже надо согласиться, да. У этого... Я считаю, что в Ярославле тоже не чувствую я, если честно. Ну, я не знаю. Потому что у меня такое впечатление, что у какой-то город он какой-то странный. Я считаю, что в Ярославле есть эгрегор. Давайте посмотрим по этим, по заводам. Если ты предполагаешь, что есть некие самостоятельные сущности, которые принадлежат определенным географическим координатам... Да, привязанные. ...привязанные. То возникает там два, скажем, могут ли они перемещаться из этой территории на другую, или они только в этой точке находятся? Скорее всего, могут. И вполне возможно, существует определенный магнитический ритуал, когда их можно посадить в такую коробочку и перевезти. Возможно, что Ростова Великого, он же был великий город, он был, но его увезли, или он погиб. Вы знаете, у кого эгрегор болеет? У Костромы. А, то есть есть еще свойство болезни у эгрегора. Это может, действительно, выглядит не то, что разрушенный, а какой-то опустошенный. Да, опустошенный. Из него убрали что-то. И там двух ряды, вот эти, они выглядят как могилы. Да, ну вот такой, в нем его болеет. В северные города, в Сыктывкаре нет эгрегора. В Петрозаводске нет эгрегора. Вместе с этим, казалось бы, такой достаточно новый город, как Череповец, эгрегор есть. Да и вяжемся дальше на север. Опять-таки, рядом стоят города, но когда-то были близкие по населению, сейчас означает по населению в два раза. Архангельск и Северодвинск. Архангельск сейчас 300 тысяч человек. 350 уже, да? 350 осталось. Северодвинск сейчас, по-моему, 160. А было 270, это не давно еще. Ответ, в Северодвинске нет эгрегора. Это большая индустриальная деревня, которая построена дома рядом, чтобы обслуживать звездочку и все в МАШ-проприятие. То есть, по производству ремонта под водохода для вас завода. Служба, да? Да, такая. Очень большая, достаточно благоустроенная. В советские годы он был закрытым и был более благоустроенным, чем Архангельский. Но эгрегора нету. Точно так же. В Архангельске замечательный эгрегор. Сильный, четкий. Вот при таком эгрегоре, если считать, что это эгрегор и есть эгрегор города, то он ядерный мультирующий, который переживет с таким-то эгрегором. Мне вот интересно, допустим, у Архангельска есть эгрегор, и ты все-таки там родом из Архангельска и долго жил. Как бы ты его характеризовал? Какие основные черты, чтобы хоть как-то... Он строгий. Да, стучаться тогда. Да, он строгий такой достаточно. Он строгий и сильный в этом смысле. Даже жесткий. Это определяющий щит, да? Жесткий какой-то. Определяющий щит, да? Жесткий. Для того, чтобы этот эгрегор почувствовать, нужно по всему Архангельску пройтись, или нужно встать в определенную географическую точку с координатами, там, 5 на 3. Ну, мне этот вопрос... Я знаю, знаешь, я людям всегда задавал вопрос, часто, где Грегор Петербурга находится? Ну, и чего? Ну, грубо говоря, если ты живешь в Девятке, то ты почувствуешь, что это Грегор? Какое-то время Петербурга, как ни странно, был Вавроле. В Вавроле, да? Я думаю, какое-то время пока... Как символ. Ну, пока как символ революции было, всегда, когда вспоминали Питер, всегда вспоминали Авролу. Эрмитаж. Да, Эрмитаж был. А ты чего? Вавроле, конечно. Вавроле, да? Ну, вот это странно. Петродворец. Подавляющее большинство из людей, которых я спрашивал, они говорят примерно как Вова. На самом деле, локализуют его, там же, где локализую его я. То есть, вот там улица начинается, проход от Грегорской площади, мимо Эрмитажа, дальше переходящий миллион на улицу. И там вот Атланты держат небо на камеру. Не-не, возможно, что и до революции это как-то так было. И вот в том месте. Советский, мне кажется, именно вопрос. То есть, да, может быть, локализовано так, может быть. Но вот у Петербурга не самый расположенный к людям и Грегор. Говорят. Например, очень спокойный, расположенный к людям, ко всем Грегор, которые находятся в Москве. Сильный Грегор. Он такой замечательный, космополитичный. Здесь эти слова, говорю, как и у Сергея Борисовича, ровно такие же, потому что я переживаю, чувствую то же самое. То есть, как бы два независимых человека чувствуют то же самое. Вот. А это очень странно. Он есть у Выборга. Выборга есть и Грегор? Есть у Гатчина. Но, повторяю ее, нету у Петрозаводска и нету у Сыктывка и нету практически двухтысячного Северодвинска. Нету у них Грегоров. Мощнейший... Но ли ты их не почувствовал? Может, не почувствовал, их нет. Мощнейший этот, значит, Грегор есть у небольшого северного городка, называемого Каргопы. Там вообще ничего нет. Там 10 тысяч народов. Там приезжаешь, там, кроме как Грегором, и они говорят, любоваться нечего. А Грегор есть, еще какой силы. Что тоже странно, потому что город маленький, захудалый, казалось бы, провинциальный, у него даже железной дороги нет. И вот с Грегором... Ну, разговоры там где-то что-то есть, это, так сказать, разговоры такие... А, у 450-тысячной Твери нет Грегора. Ни о чем. Вопрос заключается... На мемом берегу был. Нет, я был на правом, ты что? В это время Грегор на другом берегу. Не в этот раз. Тверик, как ты, выглядит, уж более провинциально, на самом деле. Исключительно провинциально. Просто и том, где есть Грегор, где нет Грегор. Если говорить, что Грегор, в принципе, вообще, есть некая стучность, которая сопоставляется, не знаю, с определенным... Просто географическим местом. Или географическим местом, где жил человек, и идет деятельность человеческая какая-то. Или это с местом, не знаю, там, где-нибудь в пустыне, там непонятно какая-то точка, и вдруг не стало... Ну, это правильное замечание. И Грегор... Значит, как это... Кому-то этот Грегор назывался? Воскрикармен? Нет? Да. Воскрикармен. Слушайте, там такое... Чем там люди занимались, непонятно. Ну, там можно просто... Наверное, пещерный монастырь? Да, пещерный монастырь. Там можно такого ввешать в воздухе, он будет висеть. То есть, там настолько пробитая ситуация. Так, возникает... Причем, почувствовали, самое интересное, что висит сразу. Ну, кроме Стаса, разумеется. Возникает... Возникает Грегор? Да как? Что это такое? Как с ним работать? Что это происходит? Непонятно. Непонятно. Я-то как раз сегодня говорю, что город и Грегор это разные вещи. Вот, например, я в качестве этого привожу, что есть город Волога, древнесакральный русский город. Но при этом Грегора как единого целого опять-таки у него нет. Рядом у Череповца есть, у него нет. Там вообще очень интересная ситуация. Я ее определяю как интерференцию и Грегоров. Их там много. Но они как-то так намешаны между собой. Единого и Грегора они не создают. Вот такое странное, странное вещь. Череповца есть. Что тоже странно. Что странно, город, потому что молодой, по большому счету. Чем он хуже или лучше, чем тот же Петрозаводск и Северодвинск. Но у тех-то нету, а у этого есть. А у Суздали Владимира? У Владимира есть. Про Суздали ничего не могу сказать. Не могу сказать. Но Суздали это большой город, монастырь фактически. Ну вот опять, вот сказать я не могу. Я не противостою. Так вопрос, что вы с Грегором еще раз. Вот некая такая психическая... Это же не та вещь, которую можно определить четко. Это же не такая вещь. Ты говоришь, что это и Грегор. Это можно только почувствовать. А не знаю, ты пришел там, где вот красивая девушка в этом городе, увиделась, у тебя хороший настроение, ты говоришь, о, это и Грегор. Это же все справедливо. А приехал в Севастополь, пытался быстро спихнуть в метро персиков, не удалось. И все. После этого и все. И Севастополь, а вообще полная занятость. я не полюбил Севастополь, стопака. Вот и все. О чем можно так говорить, о чем можно говорить, и Грегор, если все просто так объясняется. Угу. Да, на этом, на пустом месте, там, где там, говоришь, какой там город, которого нет. нет. А, Скайкармен. Да. Скайкармен, Просто некое, так сказать, ожидание историчности, что вот тут когда-то что-то где-то начиналось, какая-то, какие-то камешки там, заросшие, заросшие, хорошая погода, солнышко, так сказать, все хорошо, вот и вот, замечательно. Многие считают Крым местным силой, как бы, и, да. Ну, это такая... Да дело не в этом, причем люди, которые очень чувствительные, ну, типа, вот, йоги, и всякие, там они говорят, что в Крыму как-то особо, они по-другому себя чувствуют, там что-то такое есть. Ну, и правильно. то невозможно выразить каких-то таких общепринятых понятий. то же самое можно про Гавайи сказать, про Таиланду, про, не знаю, про Гоа, про Новую Зеландию, везде, где нет человека, где свежий воздух, красивая, красивая природа, просто все хорошо. Речь идет просто о том, что есть какие-то другие места, допустим, в Сочи, мне кажется, никакого игры вороня. Я сочар был в детстве. То есть, мне кажется, как-то вот, нету там... Ну, в Сочи, как города нет просто. Нету его как города. У меня почему Хостас Игреграм, например, стоит. А вот в Кисловодске ты рассказывал. Да, в Кисловодске есть, да, в Кисловодске есть, да. Там вообще все замечательно в этом смысле сделано. Но они такое ощущение, что там тоже как реальные сущности не носят, по всей видимости, не городские. Вот как вот, например, это как в Петрозаводске, когда у тебя есть Онига, да, у которой есть, безусловно, Георгар свой, и у города, у которого его нет. Вполне возможно, что он просто рядом с ним не живет, и все. возможно, просто здесь есть, грубо говоря, несоответствие места, географического, скажем, тоже Петрозаводск, Онига, он предполагает, что в этом месте будет построен, и город, он должен выглядеть по-другому, просто внешне. Петрозаводск просто не соответствует месту, ну, грубо говоря, я не знаю, как подбор одежды друг к другу, то есть одежда к другому не подходит, все, человек выглядит неряшливо, а всего-то нужно поменять, не знаю, цвет, носки поменять, и все. То есть фактически, это не Грегор, а просто несоответствие того, что там построили, ожидания, не ожидания, а несоответствие не знаю, перезаводством построили, он не смотрится в том плане в плане своей функциональности, не соответствует своему географическому положению. Олег, это одеро, рыболовство, может, какое-то там, еще что-то такое, а там построили, и, другого говоря, в этом месте производят алюминиевые чушки, которые отношения никакому месту не имеют. Вот это противоречие, оно говорит, что тут нет Игрегора, якобы. А я бы сказал по-другому, на самом деле. Вообще-то говоря, Игрегор, я думаю, есть какой-то Игрегориальный объект, вокруг которого этот Игрегор как бы... Нарастает, да, чувствуется. Мне кажется, в некоторых городах, типа Петрозаводска, там вот нет такого объекта. Там вот за что зацепиться в Петрозаводске, где там достопримечательность? Ее нет. Нет какого-то центра города. Вот, например, в Севастополе. Какой-то такой центр есть. Какой уж там вот эта набережная их известная. То есть можно о чем-то говорить, как бы, да, или, например, взять Москву, там сразу выделяется, там, да, там этот Кремль, как бы Красная площадь. Ну, блин, но у них там не там. Ну, может быть, не там. Но какие-то вот, когда мы ассоциации какие-то берем с какими-то городами, есть как бы сразу понятие того, за что можно зацепиться, в чем состоит объект, в выделенности. Я в Гомеле просто так проехал, что называется, есть еще. Не, ну, понятно, что потом он распространяется везде. Мне кажется, те города, которые ты называешь, которые отсутствуют эгрегоры, ему просто негде существовать. Должно быть что-то такое, чтобы его зацепило, в чем бы он мог как бы существовать и в чем бы мог выражаться, если мы говорим именно о городах. Нет, я просто так вот пытаюсь развивать твою линию там. Иначе как, он просто так витает где-то там, непонятно? Непонятно. А может быть, все-таки оно состоит то, что он как-то если именно психогеография ищет, то есть он как сцепляется за месяц. Да, это интересная штука, походить, используя себя в качестве такого вольтметра, амперметра, непонятно еще, и померить, где же он находится. Подошел, ну как это Нарснок и Хеллингера делается там. Здесь постоял? Нет. Здесь постоял? Тоже нет. А вот еще про Аврору, кстати, замечательная вещь. Между прочим, многие люди, когда Аврору перетаскивали, ее на ремонт увозили, собрался огромный набережный там. Я думаю, что все-таки ты не прав. Я думаю, что какое-то время, ну может быть до революции, наверное, другое место, но в советское время, я думаю, именно Аврора была этим игроком. Именно потому она так важна, именно потому ее провожали. И всем было важно ее... Да, я сам вспомню, ехал из Москвы в поезде с девчонками какими-то, они в ПТУ под Москвой учились. У них была две цели, сходить на дискотеку в Питер, в Новоинграде на тот момент, и посмотреть на Волгу. Причем, представляешь, в таком городе увидеть корабль, крейсер, древний, он же военный крейсер, это как будто он очень-очень-очень вписывался, на самом деле, в пейзаж, где находился. Как раз на Аврору, а наоборот. А мне кажется, очень хорошо вписывался. Странно, что люди хотят посмотреть на Аврору, а не на Крузерштейн. А он же сейчас где-то ходит. Не важно. Красный, точно такой же музей же был, но он был мало известен. Вот, то есть такая... А где там Аврору? Что вместо нее теперь? Не знаю. Ну, если так вот продолжать это явление, Аврору как бы, сердце города, да, я могу предположить, что было до революции. А что до революции было? Стрелка Васильевского острова. Может, Петропавловская крепость? Нет. Нет. Нет, но у Петербурга очень сильная, интенсивная игрока, о чем говорить-то. Нет, а где он локализован, если мы так пытаемся найти игрок реальный объект? Ну, он настолько сильен. Я говорю, что народом... А может быть, все-таки знаете, что, мне кажется, Петербург чем связан? Там, где эти уродцы-то? Круз-камера? Круз-камера. Почти стрелка, что? Ну, я понимаю. Да, на самом деле, круз-камера очень важна. И почти мои атланты тоже. Ну, кстати, действительно, стрелка сельско-острова. Вы, наверное, правы. Как раз круз-камера, биржа, да, вот все вот эти вещи. Возможно, да, возможно, это действительно это то место. И как раз, когда люди женятся, принято обходить Атлантов, обходить вот эту... Этих пальчик, да. Стрелка сельско-острова. А, а этот ассадик медный, Из неких. Может, все-таки, это Пятачок, Сент-Центральный. Из неких стереотипов и идеологических установок. я не согласился бы с этим. Ну, может быть, да. Вполне возможно. Ну, что вот просто такая. Пришло, тебе такое впечатление, солнышко плюс идеологическая установка. Может быть, может быть... Все всегда может свести к простым вещам, что может все свести к психологии. Так устроена психология. На здоровье придумано, что все может свести к всему угодно. Заранее придумай что-нибудь, а потом психологически туда может человек свести. Просто вот те, которые люди будут слушать меня, просто было бы интересно посмотреть по их опыту, если бы они в комментариях это дело писали где-нибудь, либо на философском штурме, либо непосредственно на канале, чтобы просто сравнить и кто что чувствует. Потому что я был не в таком большом количестве мест, чтобы их обсуждать. Вот мы говорим сейчас в основном о северо-западе, просто здесь рядом. Не, например, взять где-то Курск, Орел, по-моему, просто проходные города. Ну, Курск, Курске это был, я не был. Не, Курск это... В Орле. Там срушились и Слободы. Я не был, мы его объехали. Он не был городом, там были Слободы на холмах. В Орле я не могу сказать, в Белгороде похоже, что нет. Нет у Белгорода. Ну, мы там немного были. А вот в Харькове вот такой огрех. Ну, как и полагается. А какой там объект главный? А трудно сказать. Мы один раз проехали, а второй раз на кадре ночевали фактически. Ну, там в гостинице возле кольцевой дороги. Один раз через сады проехали. Ну, как ты его... Что ты определишь? Ну, вообще, например, в Пскове сразу понятно, да? Есть, да. Но это все-таки Пскове это огромное, а там уже больше нигде. Да. Там... Ну, непонятно, да. Там вот его и Грегор удачный просто, да. Не, просто сейчас там... Вот раньше города как в Средневеково устроились? Это вокруг какой-то крепости. И, возможно, эта крепость, как бы, она и вот и вносит на себе и Грегор. Если она осталась стоять, да, как бы, и свое значение не утратила, значит, Грегор продолжается жить. Ну, я бы не очень бы согласился, что он там, он скорее... Ну, он прям в Новгороде. Разве у него не есть где Велико в Новгороде? Нету и Грегора. Нету и Грегора? Нету. Какая-то крепость странная. Она какая-то бутафорская. Я говорю, что в Новгороде нет и Грегора. Вот там пытаются его создать. Памятник поставили. Потом он в отдельных точках есть свои Грегоры. Это есть. Как назывался этот женский монастырь-то? В Ярославле? Нет, в этом... В Новгороде. Ну, там чуть в стороне города. Снежинский, что ли? Ну, как-то какой-то. Ну, вот он там что-то такое живет. А потом тоже чуть не Святый Данилов этот, где на берегу-то Эльмени. Вот тоже место... А, ты имеешь в виду этот... Я не вспомню. Андреевский, Свято-Андреевский. Также можно сказать, что Волга это и Грегорский монастырь. В Волге обязательно должен быть. Свято-Юрский монастырь там и Грегор. А, Свято-Юрёйский. Нету. Там другой, который Варлам-Хутынский. А, Варлам-Хутынский. Да. Да, Варлам-Хутынский. Волга как символ России. Ну, надо померить. Понимаешь, вот таких... Я всякий раз говорю, что каждая крупная река обладает некой собственной сущностью. Кстати, знаешь... Если вы сейчас не заметите, я их очень люблю и всегда приползаю на берег какой-нибудь речки. Игорь Игорь любит хвататься за монастыри, кстати, я заметил. То есть мы сейчас... Потому что еще у нас не сохранилось ничего, никакого другого объекта. Это может просто хвататься, да? Ну, а как? Ему нужно быть объем. Потому что ты же живешь про географию. Так нет, может, он сам там заводится. Он просто... Преславливый Залеский. Там же нельзя сказать, что Игорь Игорь Преславливый Залеский схватился за монастырь. Нет. Там свои, которые не имеют Преславливый Залеского никакого отношения. Он сам живет без греха. Может. Ему хорошо. Просто место святое. Почему? Потому что он изначально святое, туда пришли святые люди. Или потому что люди там, святые люди там поселились. Как святое место? Мы же говорим на самом деле в каком-то смысле? Удобное положение. Есть вода, есть хорошие кири. Да я не... Пришли, выращивают, вот и весь... Я говорю про святые места. Зачем придумывать то, чего нет? Придумывать какие-то непонятные сущности, каких-то придумывать каких-то богов каких-то непонятных, левых, блин, и пытаться доказать, что они есть. Зачем? Нет, ну конечно можно, я понимаю там. Но придумывать, и потом... Я с тобой согласен. И потом якобы с ним... Удобно сделать, Шерема, и не видим, как падает с потолка пыль вот сейчас вот здесь она. Хотя глаз наших видит. Это да. И очень удобно, потому что быть вот в этом аду, падающей пыли, невозможно, я с тобой согласен. Зачем усложнять мир, Володка, действительно? Мир должен быть простой, как три копейки, только в таком мире просто жить не интересно. Ну да, давайте придумаем. Что придумаем? Непонятно, придумаем мы, или это самая сущность? Город Виль напрямую с Питером связан. В 17 веке, в самом начале, как началось смутное время, город был разрушен, и население разбежалось по окрестным деревням и лесам. И практически до конца 17 века как город, Твери не было. Советский век. Вообще. Вот у нас археологи говорят, сколько угодно находок артефактов 13-14 века, ну, 12-13 века, по-моему, так. Вот. А вот находки 17 века, артефакты, это величайшее событие. Просто город был сничтожен, не было его. И лишь решение основать Питер потребовало возрождение нашей Твери, ну, как, по пути в Питер. Если бы Питер не встроили, вполне возможно, Твери бы и не было. Ну. Ну, поэтому живет без экрега. Ну, по всей видимости, да. Не завелся он там. Ну, у нас очень легко город покидают. Очень... В основном Москва тянет. Это близко, потому что есть подоехать. Ну, 115 километров там каждому. А 5 километров всего лишь? Возвращаясь к понятию святое место, да, как какое-то обобщение. Ведь это обычное место намоленное. Намоленное, намоленное. То есть там из поколения в поколение огромное количество людей, огромное количество людей. Ну, не важно, что там было. Что-то такое, как бы, создает в своем присутствии. Да. Нет, может быть, не обязательно... И поэтому монастырии, понимаешь? Может быть, несколько людей создают. Может быть, и несколько людей. То есть у тебя прошло там 100 тысяч человек, из них трое оказались обладающие такой определенного рода стилой и намолили. Нет, и самое-то интересное, вот может быть, не так, ну, как бы, с точки зрения светского человека глупо, хоронить мощи святых. Ну, а не просто их похоронить, да? Хотя, казалось бы, более логично как бы их похоронить. Потому что, возможно, это вот и есть тот объект, за который помтается Грегор. Может быть, а может быть, он с ним каким-то образом связан. Может, они действительно святого у себя хотят поселить. Потому что есть полное ощущение, что Никита Столпник, а там у него Грегор и остался. Где он работал. Трудился я. Никита Столпник. Нет, ну, просто у Грегора того монастыря святого на этих цепях находится. Да. Которые там всем покажут. Веригах, Веригах. Веригах его. Да, Веригах, конечно. Которые на тебя надевали. Ну, да. И благодаря которым случилось событие удивительное. Да, это так. Случайность может быть. Ну, может быть, случайность, да. Именно особо, видимо, у тебя и впечатление такое сильное. Мне кажется, вот это вот эгрегориальное... Ну, в этом, в таком-то святом Даниловом там вообще просто дохечек. Смотри, а вот теперь если дальше развивать вот иконы, да, вот святые иконы, там, на которых уже элитно стерся, почти ничего не видно, темное. Ну, быть, может, тоже можно намолить. Может, не, я понимаю, но можно ли их считать эгрегориальными объектами? Почему бы нет? Миросточащие. Миросточащая фальшивка. Не, не, не. Вот смотрите, мы всегда как бы, как светские люди там во блогах, над такими вещами как бы удивляемся. Ну, как вот можно этому верить, там и прочее. А вот, а вот может, здесь имеется вот такая вот некая объективация именно эгрегориальная, и здесь, может быть, сами эти объекты не имеют значения, но имеет значение то, что к ним присоединяется к роду эгрегори, и они приобретают от него силу. Ну, это я как бы просто домыслил какие-то вещи, потому что, я говорю, святое место, это как бы вот некая вещь, да, которую невозможно точно так же предъявить. Что такое святое место? Почему место святое? Ты же веришь, что что они есть? Святые места же есть. Ты веришь, что что они есть? Не обязательно в православие, допустим, мусульмансы, это Каабо, да? Да, 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 да. Приводные объекты такие бывают, и метан, и прочее. У каждой религии есть святые места, значит, это на самом деле общее место. Я понимаю, а ты же веришь в существование электронов, что он есть? То же самое и, не знаю, верующий, он поверил в то, что это место есть, но и он верит. Нет, я говорю, можно... Тебе на него смотрят, и говорят, да, верят. Есть простые решения, говорят, что мир можно упростить и сказать, что все иллюзия, и предаться медитации до скончания жизни. Можно же так сделать. Это не значит, это потому, что миру как-то все равно, понимаешь ты, хочешь ты принимать его сложности, ты не хочешь. Но мир устроен сложнее просто, каждый раз мир это просто показывает. И то, что существуют святые места, эгрегоры, это просто сложность устроенного мира. Да, вот это... Ты понимаешь, ничего сложного тут не вижу. Есть некий факт психологический, понимаешь, его можно просто психологически с ним разделать и его проигнорировать. Вот действительно такая... Почему я это не игнорирую? Просто я пытаюсь это объяснить каким-то, ну, грубо говоря, с моей точки зрения... Рациональными вещами. Какими-то разумными вещами, которые там понятны и поддаются, так сказать, объяснению, пониманию, прогнозированию. А то, что не поддается в понимании твоей, того нет. Того нет, просто не существует. Я не сказал, что этого не существует, или это... только никто этого объяснит, почему ты... Я спрашиваю, что такое эгрэмер? Я не знаю. Как его, где пощупать, потрогать? Не знаю. Вот он есть и все. Это, знаешь, опять же, вера в Бога. Он есть и все. Володь, подожди, не кричи. Вот, например, музыка кому-то нравится, и люди, допустим, какое-то количество людей говорят, что это великолепная, это гениальная музыка. А тебе, может, она не нравится, ты этого не чувствуешь, не понимаешь, нет органа, чтобы услышать. Это музыка есть. Допустим. Допустим. Точно так же и здесь, может, у тебя того органа, который отвечает за чувства игры, а у тебя его просто нету. Это же... Или там, ты религию, допустим, так критикуюшь. Вот, есть религиозное чувство. Понимаешь, многие люди чувствуют присутствие Бога. Они чувствуют вот это присутствие Духа, а ты не чувствуешь. Но это же не значит, что... Чувствовать можно все, что угодно. изобрения чувствует, он видит цвета, какой-нибудь боевой там постоянно, руки моет почему-то. Володя, и так далее. Послушай, дело-то не в этом. Дело-то состоит в том, что многие люди это чувствуют, и она такая же для них реальность, как для тебя. Вопрос только в том, почему эти многие люди чувствуют, и кто это чувствует? Ну, кто это чувствует? Это то же самое, у нас, грубо говоря, до, не знаю, до 90-х годов никто в церковь не хватил. А потом после 2000-го года, после 90-х годов, после этой самой, у нас в церковь зайти нельзя. Все стали вдруг, христианами. Согласия папаганды, особенно как с мощью. Нет, давайте так, на самом деле. Можно, конечно, еще раз считать, что это древние какие-то дремущие люди, ничего не понимающие и прочее, но тем не менее, религия была во все времена, во всех обществах, и при современной, высокоразвитой цивилизации, развитии науки, техники и прочее, все равно она есть. И есть она не просто у какого-то темного народа, а у людей, власть придержащих, ученых и прочее. То есть это не такая вещь, я не отрицаю себя. Которую можно просто сказать, что она просто выдумка. Нельзя этого сделать. Я этого не говорю. Это некая реальность, которая живет рядом с нами. Может быть, ты ее не понимаешь, может быть, ты ее не чувствуешь. Надо просто к ней относиться, ну, как сказать, более уважительно. Я, например, сам... Я сам свежий человек, но я уважительно отношусь к свежим. Я уважительно отношусь к свежим. Понимаю. Понимаю. То есть это не означает, что из этого нужно делать жупел, поднимать на высоту и говорить, что типа... Ну, а делай жупел. Нечто такое, чего нужно теперь упасть на колени, и этому... Можно заметить? Да. Здесь есть еще одно психологическое объяснение, и как раз обратное. Запрос на сложность. В простом мире не хочется жить. Вот и все. Ну, да. Нет, я же не говорю, что это самое... Я не упрощаю и не усложняю. Я просто даю себе это объяснить. Мое объяснение... Объяснение это и есть упрощение. Ничего подобного. Да? Ничего подобного. Потому что есть некоторые вещи, которые надо просто принять, как бы... Ну, тогда... И сложность превышает твои возможности современные. И, может быть, будет превышать долго еще и твои, и будущих поколений. И так далее. Может быть, мы когда-нибудь к этому подойдем, и, может быть, что-то станем лучше понимать, и какие-то различия более четкие делать. А пока это вот интуиция. Вот Игорь выдает интуицию. Да. И все. Это замечательный... Нибо она есть, либо похоже на похоже на похоже на похоже на похоже. Замечательный пример по поводу того же развития у Лены Борисовны Пересодиной, которая, наверное, без конца его приводит, она психолог, да? Она говорит, что в каком-то месте завелся выдающийся хирург. Да? Он делал операции, и они были в основном удачными. И многое кто пытались повторить его работу, у него долго учились, И никак это не получалось. Люди умирали и умирали. А потом кто-то заметил, что у этого хирурга была какая-то странная, дурацкая, ничем не объяснимая привычка держать руки под строй водопада накануне операции. Мы теперь после этого ситуации понимаем, что он не занимался ничем иным, как просто-напросто дезинфекцией, мылых руки. И после этого у него воспаления не возникало, у тех, которых он прооперирует. И они лучше восстанавливаются, лучше жили. Вот этот факт совершенно необъяснимый. Никто же не знал о микросуществах, которые являются причиной большинства болезней. Его тоже можно проигнорировать. Таким сменяться. Это смертность рожениц? Ну, в том числе, да. В том числе, да. Ты в свет не мог добиться. Да, да, да. Я неоднократно об этом рассказывал. Куча народа. Ну, вот здесь, этот нет, был такой странный факт, вот этот странный факт можно было проигнорировать и не мыть руки под водопадом, не держать их и не размышлять. Ну, что за сумасшедшего великого хирурга, за странная привычка. Можно было отнестись к нему с уважением, постараться повторить, а потом уже через некоторое время появление микроскопа позволило объяснить это как факт. Вот если бы какой-нибудь психоскоп появился, может быть, когда-нибудь, лет через 50, а может, завтра, может, он уже существует, то, может быть, удалось и объяснить те эффекты, о которых я сейчас пытаюсь говорить. Ну, я не спорю, я как раз и объясняю, что все вот эти появления всех этих эгрегоров и так далее, это совокупность различных объективных причин, связанных там, не знаю, там, с чем угодно, с историей какой-то, с местом географическим, там, леса, дороги, там, еще что-то, с людьми, которые там приехали, ну, приехали люди, так сказать, определенными свойствами владают. Они создали определенные, не знаю, взаимоотношения между собой, определенные отношения к миру, определенные отношения к людям. Не что-то такое, что существует, само собой, по себе самостоятельно, а то, что объективно. И приезжает, грубо говоря, ты приезжаешь в город и видишь просто, не знаю, там, правильно под определенным углом расположены дома, определенные ширины улицы, которые, там, не знаю, определенным образом асфальтированы каким-то хим... И это совпадение создает в тебе чувство, что есть нечто такое, что это называется, существует само собой самостоятельно. Но оно не существует по самостоятельности, оно существует в тебе. Ты просто увидел некую совокупность различных факторов. Володь, ну, все же ты знаешь, как объяснение все строится. Можно же, наоборот, сказать, что благодаря Грегору улицы были не стыны именно так, как выстроены. Там, и прочее, там, наоборот, направлено. Есть Бог, который все создал. Вот и все. И давайте... Так, может, он и есть. Я не спорю, но... Но это самое сложное про строительство жизни. На этой жизнеотверждающей ногте, чтобы как и есть, можно закончить семинар, да?